Всем привет! Меня зовут Галенков Александр, и я преподаватель по химии в Федеральной сети учебных центров Годограф. Сегодня мы с вами рассмотрим всю необходимую теорию и решение заданий демонстрационного варианта ЕГЭ 2017 года. Задание номер 30 ЕГЭ по химии 2017 года. Используя метод электронного баланса, составьте уравнение реакции. У нас с вами взаимодействуют сульфид натрия с неизвестным веществом и с гидроксидом калия. Получается манганат калия, неизвестное вещество, и вода. Определите окислитель и восстановитель. Итак, давайте разберемся, как же выполнять эти задания. При выполнении задания номер 30 в первую очередь мы с вами должны посмотреть на уравнение реакции и расставить степени окисления элементов. Натрий, степень окисления плюс 1. Сера, находящаяся в составе сульфита, находится в степени окисления плюс 4, кислород минус 2. Калий плюс 1, кислород минус 2, водород плюс 1. Калий плюс 1. В манганате марганец находится в степени окисления плюс 6, кислород минус 2, водород плюс и кислород минус 2. Итак, теперь мы с вами должны найти тех, кто изменил степень окисления. Если мы посмотрим на это уравнение, мы увидим, что у нас с вами нету пары. А значит, мы с вами должны теперь додуматься, кто же это был. Посмотрим на левую сторону реакции. У нас с вами здесь есть сера, а на правой стороне ее нету. Но на правой стороне есть марганец, которого нет на левой стороне. Мы с вами понимаем, что в этом неизвестном соединении обязательно должен быть марганец, а в неизвестном соединении с правой стороны обязательно должна быть сера. В каком они будут состоянии, мы с вами сейчас подумаем. Следующее, что мы с вами должны начать делать, это писать электронный баланс. Итак, сера была плюс 4. С ней что-то произойдет, и она станет какой-то другой серой. Теперь мы с вами должны понять, какой же серой она станет. У нас с вами щелочная среда реакции. И мы с вами должны помнить, что манганат, а именно степень ксения манганца плюс 6, получается именно в щелочной среде из перманганата калия. А значит, неизвестное соединение с левой стороны это калий-марганец-О4. И здесь марганец находится в степени ксения плюс 7. Была плюс 7, стала плюс 6, значит он получил электроны. А значит, сера должна была их отдать. Значит, мы отбираем у серы электроны. Сколько мы можем их забрать у серы? Мы можем забрать всего 2 электрона и получить серу плюс 6. Минус 2 электрона, сера плюс 6. Теперь напишем марганец. Был плюс 7, стал марганец плюс 6, чтобы пришел один электрон. Прекрасно. Если у нас с вами сера была плюс 4, стало плюс 6, то сульфид превращается в сульфат. Натрий-2, СО4. Итак, теперь мы с вами должны использовать электронный баланс, который мы составили, для того, чтобы уравнять наше уравнение. Отчеркнем и вынесем коэффициенты перед электронами в сторону. И поменяем их местами. Итак, для того, чтобы 1 сера плюс 4 стала серой плюс 6, 2 марганца плюс 7 должны стать марганцами плюс 6. А значит, мы с вами должны поставить двойку перед калием марганцу 4 и перед калием 2 марганец О4. Итак, давайте разбираться дальше. Сера была одна и осталась одна, натрия 2 было и осталось 2. Итак, у нас с вами появляется больше калия, потому что в перманганате у нас всего 2 калия, а в манганате их уже 4. А значит, мы должны взять какое-то количество гидроксида калия. Сколько нам его с вами нужно взять? Ну, логично, что 2. И таким образом, 1 кислород из гидроксильной группы уходит к сульфату натрия, и остающееся H2O превращается в нашу с вами воду. И получаем последний балл за то, что оформляем, кто окислитель, кто восстановитель. Итак, окислитель это тот элемент, который получает электроны. У нас с вами электроны получает марганец плюс 7. Поэтому окислитель это марганец плюс 7, который к нам с вами вышел из перманганата калия. Соответственно, восстановитель это тот, кто отдает электроны, а это сера плюс 4. И вышла она к нам с вами из сульфита натрия. Итак, теперь давайте разберемся, за что мы в этом задании получаем баллы. Первый балл за правильно написанное уравнение, то есть за то, что вы правильно вставили вещества, и за то, что его уравняли. На самом деле, это самый сложный балл. Второй балл мы получаем за правильно написанный баланс. И третий балл мы получаем за то, что мы указали, кто окислитель и восстановитель. Поэтому при выполнении заданий на экзамене, я вам рекомендую сначала написать баланс, и сразу после этого написать, кто окислитель, кто восстановитель. И вы уже получили 2 балла из 3. Потому что чаще всего проблемы в уравнениях у вас случаются именно с тем, чтобы его уравнять. Но если мы получили уже 2 балла из 3, то вы можете спокойно отложить это задание, решать другие и вернуться к нему позже. А когда вы начинаете сразу уравнять уравнение, и если это не получается у вас, то вы можете забыть, написать, кто окислитель, кто восстановитель, и потерять этот балл, который очень легко получить. Итак, именно таким образом необходимо решать задание номер 30. Это было задание номер 30 ЕГЭ по химии 2017 года. Надеюсь, что наши видео помогут вам подготовиться и успешно сдать ЕГЭ по химии в 2017 году. Записаться на бесплатное пробное занятие вы можете по ссылке в описании. Подписывайтесь на наш канал, ставьте пальцы вверх. С вами был Гульников Александр. Пока-пока. Продолжение следует...